Добрый вечер, дорогие уважаемые телезрители! Сегодня в эфире авторская программа Владимира Антипенко, сегодня утром. И, собственно, у меня в гостях поэт Александр Ладуров. Здравствуйте, Александр! Вы из города Гатчина приехали к нам. И сначала я прошу гостей читать стихи, но имеется ввиду стишок. А потом уже будем рассказывать, кто вы и что вы. Поехали! Можно что-то сказать о стихе? Ну, естественно, что произведение, которое должно быть, себя как-то надо характеризовать естественным образом, представиться. Ну, сегодня 1 апреля, это раз. Мы здесь немножко бегали, это два. Ну, а про себя скажу. Я пишу недавно, 12 лет. Ну, не знаю, это много или мало. Ну, чтобы было понятно, прочитаю произведение, которое написано про себя. Называется «О Сашке». Не о птичке и ромашке, не о ветреной судьбе. Здесь прописано о Сашке. Это значит о себе. Был рожден, и слава Богу. Хоть по сути атеист, шел по жизни с жизнью в ногу. В меру грязен, в меру чист. С юных лет терзала скука, силы, но не превозмочь. От того, видать, наука, от меня бежала прочь. Ну, какой уж есть, ребята. Не умен, но и не глуп. По объему втрябхвата и довольно редкий чуб. Явно в дедову породу. По делу мне лопуху. Как и он свою свободу не менял на чепуху. Если зол, ругаюсь матом. Бьюсь за правду, как дурной. В мире девками богатым. Мало жизни мне одной. Спасибо. Александр Ладуров, поэт из города Гатчина. Ну, из России, из России. Вот. Саш, вот можешь о себе пару слов просто рассказать, кто ты, что ты? Я только знаю, что ты работаешь газовщиком. Ну, да. Ты тот самый, который крантики может, и газа нет. Ну, как бы, вот, неважно. О себе, о себе. Ну, о себе. Родился, вырос, учился. Небольшая у меня биография, хотя, в общем-то, есть, естественно. Любишь шашлыки? Чего, как? Ну, родился я на Алтае, так что я сибиряк. Правда, с украинскими корнями, потому что заканчивал школу уже на Украине. Можешь мне рассказать. Бывший, как, если так можно говорить, офицер, войс специальной связи. Сейчас работаю... А в каком звании? Уволился в звании майор. Служил в разных регионах, начиная с Дальнего Востока. Сейчас уже почти 20 лет живу в Гатчине. Это последнее мое место службы. Работаю здесь, в газовом хозяйстве, в том же городе. Пишу с 2000 года. О, так ты более молодой поэт, чем я. Да, я же говорю, что я недавно начал писать. Я с 92-го года пишу. Ну, спасибо. Что еще? Писать начал не по какой-то причине. Просто лень было сходить за открыткой. Ну, сейчас же много всяких с текстами. Но мне было неохота, я сам написал, попробовал. Ну, потом были знакомые, приглашали в ЛИТО. Ну, первым делом, естественно, после этого дела, естественно, как все писали, слезы, березы, розы, морозы. Естественно, это было дорого, потому что первое, самое тяжелое. Ну, естественно, послушали. Ранние стихи, в кавычку. Ну, да, 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 да. Естественно, что первым делом меня их очень сильно поругали. Было очень больно. Те люди, которые со мной пришли, сразу же ушли. С ЛИТО я остался. Ну, вот до сих пор ругают. Вчера только... А ЛИТО меридиан? ЛИТО гачинское меридиан. Плюс союз писателей у нас в Павловске еще есть. Ясно. Ну, мы чуть позже так осветим, что у вас в Гатчине происходит, иметь в виду поэзией. Ты в курсе, кстати, Саша, что... Вот я буквально позавчера в новостях обнаружил, вот я случайно в Яндексе набираю новости, вот. То есть, оказывается, в городе Гатчина, в городе Гатчина нашли эту самую... Какого-нибудь? Еще одну рукопись Пушкина. Вот. Причем обнаружили ее вот в каком-то там, не знаю, где-то там, когда дом разбирали. Вот. И там просто черным по белому написано, что Александр Сергеевич Пушкин просто в Гатчине, он просто написал, что у него там куча детей. Нет, я эту новость первый раз от вас слышу. В втором апреле. Я понимаю, что... Ну, это так, по-дурацки. Ты про первое апреля сказал в самом начале, и сразу все... Все, все, зрители наши сразу все поняли. Давай не болтать, а сейчас стихи твои, хорошо? Ну, естественно, что сегодня у нас холодный день, а несмотря на это, у нас все-таки апрель. Ну, и всегда, когда есть промежуточный какой-то момент между сезонами, естественно, испытывает человек определенную жалость уходящему времени года. Произведение называется «Протестую». Зима оставляет подмостки. Декорации стали скучны и затерты до дыр. И целуются в скверах, как прежде подростки. И романтикой веет от слова полярный таймыр. Снегопад благодушен, как старец на лавке. Даже блеклое солнце походит на огненный блин. И глаза отмечают, как в утренней давке появляются ткани рассветкой яркий кармин. Надоело. Дороги зовут на гастроли. Освежить нафталинную затхлость насиженных мест Нынче жуткими кажутся старые роли. Потому-то безжалостно ставлю на сыгранном крест. Спасибо. Александр Ладуров, ваше общественное телевидение, авторская программа Владимира Антипенко. Всех нас можно обнаружить в интернете, Вконтакте, в частности, того же Александра Ладурова и Театр Паветов послушайте. Теперь, кстати, у Владимира Антипенко тоже есть паблик. Там пиарится. Саша, понимаешь, вот сегодня 1 апреля, день смеха, да? А ты, я понимаю, что ты пришел как бы прочитать такие свои самые, может, на твой взгляд, такие стихи кандовые имеются в виду. Такие, ух, тяжелые. Слушай, а можешь что-нибудь легкое такое? Легкое, человек, более по-человечнее, да? Есть? У тебя же есть. По-человечнее? Конечно. Ну, чего в эту пафосную ходить? Ну, можно и не пафосную. Давай. Но, правда, не совсем. Легкое, потому что я в другом сфере какого-то пишу. Называется «Консерватизм зимы». Но уже оно название говорит, что... Но оно с юмором, потому что написано про нас, пишущих людей. «О, как порою зимний классно! Сказал, и веришь в это страстно. Допустим, девушка по нраву. Ведешь, как водится, в Дубраву. Зимой подобная морока, И по-житейски мало прока. Сужу по твоей нервной дроже, Что два примера мало схожи. Итак, в чудном убранстве лес, В который ты с подружкой влез. И в этот чувственный момент Жизнь вносит новый элемент. Ползет, как уж, сугроб вдоль ели. И вот внизу достигнул цели. Комично, правда, сцена эта. Но где улыбка у поэта? Перина снега на спине У местной, кажется, вполне. В Дубраву, жаждувший похода, Отметился, кричит, свобода. Как видим, как видите, догматы правы. Зима не время для Дубравы. Постой, пусть даже вольнодумец, А ты давай вперед, безумец. Спасибо, Александр Ладуров. Все равно, Саша, ты какие-то грузишь нас. Че, нету с первого апреля пришел на эфир. Эпиграмма на женщин. Владимир Антиппинга поэт. Гоните прочь меня, Гоните, для вас чумая, Изверг, крах, Священность, Терего, обитель, С кривой улыбкой на устах. Ты, женщина, тебе судьбою Дарован Путиной к звездам. Ты можешь жертвовать собою, Но я тебе гроша не дам, Ты не получишь упоенно, Стремясь владеть душой моей, На вечную пытку осужденно, В горячей пылкости своей. Года пройдут, засохнет кожа, И брюзгло будет жир висеть. Тогда скажу я, ну и рожа, Уже ли мог тебя хотеть? В 17 лет было написано, Вот такой вот юношеский максимализм. Давай стихи юмористические. Настоять на своем. Человек стоит ногой, Что такое, дорогой? Моралисты, как часы, Где хоть майка и трусы, Где пижама и халат, Не одел их, виноват. Может, было недосуг, Да не в этом дело, друг. Моралисты, как часы... Ой... Ладно, ну... Обыватели в толпе, Что не втиснутся в топе. Версий тянет на моток. Как же дядя без порток? Пробасил какой-то жлоб. Дядьки полный гардероб. Мужики пошли в разнос. Это, братцы, не вопрос. Голос в хоре голосов. Постою и без трусов. Говорить не стану вам, Что случилось дальше там. А теперь Александр Ладуров В исполнении Владимира Антипенко. «Примерила ноченька» называется. Убаюкала ноченька Тишиной за окном. Успокоила доченька Мою душу с трудом. По долинам, по холмикам, По просторам Руси Мчался яростным ссадником На люрной Рыси. Рыси? Рыси. А можно, кстати, Я знаю, что в стихах, Ну, что знают, это известно. Факт. Иногда ударение можно менять. Ну, как бы, да. Вот Рыси такое. Хорошо. Саш, ну, давайте Первый немножко Мы так повеселили там, наверное, Публику, я надеюсь. Вот. Хоть как-то. Вот. Можешь рассказать Вот о вашем Что у вас в Гатчине С поэзией происходит вообще? Ну, значит Гатчина достаточно Имеет несколько у нас Таких групп Которые занимаются творчеством Ну, это Мы не будем музыкальные брать Сферы У нас Есть определенные При институте один Какого Литературное объединение При колледже Небольшой Ну, Альма-Матер При каждой там Школе чуть-чуть Вот С которого мы Изректо не к нам приходят Северское братство Это у нас В поселке Северском В Варице-Долина В Гатчине Литературное объединение Меридиан До этого Руководил у нас Борис Соломонович Давыдов Сейчас Шевченко Питерский Союза писателей Ну, кто-то уже Член Союза писателей России Вот Такая вот у нас Мы Как бы собираемся При бюллетеке Куприна Вот Там замечательная заведующая Да У нас Как-то там Хорошо принимают Чаем угощают С вареньем С блинами Какими-то С пирожками Но, как вот Чтобы сказать Что у нас Нет проблем Вот Вообще В этом вопросе У нас, конечно, есть В первую очередь Это то, что касается Публикации Где-то вот Это основная проблема И, наверное Как-то еще Вот нет такой Тесной смычки Как везде Творческих людей С руководством Тут всегда Извечная проблема Как бы Всегда считается Что когда человек Уже Достигнет Определенного Уровня Тогда уже Можно как бы Это А вот Самое сложное Это когда Люди в начале Своего творческого пути Они требуют Конечно поддержки Ну, дорогие друзья Вот 21 марта В день Всемирный день поэзии Театр поэтов Послушайте Во главе С Владимиром Антипенко Ириной Ковшевной И Александром Рааром Поэтом Мы приезжали к вам В библиотеку Куприна Имеется в виду В город Гатчино И выступали Вот И нам там еще Вот, кстати Вот библиотека Подарила книжку Я ее почитал Посмотрел И ты знаешь Мне понравился уровень Вот этого всего Дела Очень Просто очень много Хороших Наверное Пятница Да Наш Какой Это годовой Интересно читать Понимаешь Редко бывает Дают сборники Думаешь Господи Надо смотреть Какой-то начал читать И ничего Так У нас звонок в студию Алло Принимаем Слушаем Отлично Кого-то мы разбудили Алло Алло Здравствуйте Господа Здравствуйте Меня зовут Галина Семеновна Да Я вам должна сказать Что литературу Я всегда любила Теперь я уже Давно Отошла от всего Ну вот В школе я Очень хорошо Писала сочинения Прекрасно писала Письма Ну вот Как вы сказали Открытку Впервые вы написали Ну как бы я не пыжилась У меня ничего не выходило Откуда все это идет Откуда это Слогосложение Вы же ничего не сказали Все-таки вы Сказали Что вы в 2000 году Начали писать Вы уже наверное Были не молодой человек В смысле не подросток Как вам это пришло Откуда вот Вы слова находите Мне вот это очень интересно Поскольку у самого меня Ну никогда Ничего не выходило Спасибо большое Вы знаете Спасибо огромное Я вот например Рисовать не умею Да И поэтому я всегда завидую Не то что завидую А так вот Когда человек умеет Хочет что-то нарисовать Мне кажется Он бог Хотя допустим Если его там Какие-то художники Другие там смотрят Там в своем цеху Они там его Как-то там оценивают Саша Тебе задан вопрос Отвечай И потом стихи Не забудь читать Я хочу Понимаю Это дело Но честно говоря Вот абсолютно Точного ответа На этот вопрос Дать наверное Сложно Я уже неоднократно На него отвечал Вот единственное Что я могу сказать Что в моей памяти Ну наверное Все в школе Писали стихи Однозначно Потому что процесс Юношеской влюбленности Он имел место у всех И хоть чего-то где-то Ну класс До седьмого я писал Потом надо было Готовиться Тривиально К поступлению В военный вуз И я честно говоря Выбрал то что какое-то Потом Была работа Которая требовала Много И как-то считалось Что вся эта вот Литература Она несерьезная Но это случилось сразу После того Как ты уволился Из вооруженных сил Нет Это было Я еще служил Понял Значит тогда Можно я за Сашу отвечу Значит 2000 год Как вы помните Это уже немножко Пошла такая Путинская эпоха Все-таки Уже пошло Начало Начало Уже как-то Ну самое начало Самое Еще было ужасно Но уже Ну да Уже как-то что-то Вот И господин Александр Владур Вы понимаете В чем дело Вот седина в борду Без ребро Женщины То все Любовь Стихи По-моему так все Как-то Я пошутил С 1 апреля Все Да это понятно Я даже скажу Что Ну не очень часто Но появляются Спонтанные Которые Это та вещь Которая называется Как бы Удохновение А вообще Все гораздо Тривиально проще Просто заставляешь Себя садиться За рабочий стол И Начинаешь Как его Настраиваться На произведение Либо Читаешь сам Свои Либо чужие стихи В слух Либо как-то У каждого по-разному Ляльчин Читает стихи А можно я провокацию совершу Ты вот Когда я тебя видел В Гатчине У Михаила Солонникова Когда вот вас звал Ты читал стихи Когда Ты выступал Вот когда 21 марта Ты тоже читал стихи Вот Прочитай сейчас Без всех этих бумажек Давай живой Вот пожалуйста Что на душе лежит Что на душе лежит Вот я Приведу пример Стихотворение Которое проявилось С забора Вот просто По делам работы Я проезжал Увидел Ну знаете Эти бетонные заборы Они сейчас модные Огораживают все строения И кто-то Горячо Влюбленный Написал Своей любимой девушке Я люблю тебя Надя Тарковская Ну вот появилась надпись На стене Появилось стихотворение На беленой стене На беленой стене С первобытных времен Проступает вновь надпись Бесовская А по контуру букв Краской Текст оттенен Я люблю тебя Надя Тарковская Без особых затей Отчего же года Не меняют избитую фразу На заборах писали Мы все иногда Не жалея В дальнейшем Ни разу Ну сразу скажу Что вот когда Отдавал на разбор Эти стихи В том числе Оно и было Уже покойный Борис Соломонович Давыдов Это зав Отдела Публицистики Журнала Нева Он так резюме написал Ягод на заборах Не писал никогда Он зато в лифтах Наверное писал Саш давай стихи Мало времени Стихи хотим Хотим Поэт Александра Владурова Сейчас читай стихи Еще Ну давайте Вот То что касается Про рисовать Я тоже не умею рисовать Но попробуем Вот словами Как это дело Выйдет Пусть звучит шарманка В глубине души Мне бы кисть и краски Не карандаши Мне бы чувства в руки Чтоб писать простор Дивные сердца звуки Дивные песни звуки В сердце до сих пор В заре вера света Вспыхнул краснотал В переборах цвета Дух святой витал Или мой мятежный Пополам с грехом Тут на поле снежном В вираже лихом Сам себя прославлю Рощерком лыжни Чтобы долго помнить Мартовские дни Мне бы кисть и краску Не карандаши Все весну шарманка В глубине души Еще давай Еще Еще Давайте я весеннее вам Прочитаю Ну уже немножечко Давай живой Заморозим вас Что-нибудь такое Шуточное Во Ну естественно Мартовская Потому что 1 апреля Но Мартовская пойдет Как раз она только кончилась Раздолье солнечным лучам На рыхлом белом В окошко смотрит Книгачей Промежду делом На полисадник На кусты И на дорожку И на соседку Не всерьез А понарошку Рельефность девочек На средства от Венеры Чтоб ошарашенно Смотрели кавалеры На ямки счетчик На изогнутые брови На губки страстные Пунцовые от крови На каждый пальчик Обольстительную ножку На все на то Что открывают понемножку Аскет Воспитанный подборкой Отрицаний Из междометий Состоит Из восклицаний Копель звенит И будоражит Все в округе Глаза застыли Книгачей А на подруге А виновата Незамерзшее оконце В котором Высветилось Мартовское солнце Спасибо Александр Владуров Саша Давай Сейчас я Вот уже У нас Еще 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 стихи Давай Короче Вот так А то Чего это Мало стихов Давай 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 Живые Какие Ты заморозил Всех Заморозил Меня Заморозил Есть живые стихи Человеческие Ну Просто Без всяких Там этих Просто Ты читал Вот буквально Последний Сочиненный Здоровский Стих же был Хватит читать Хорошие стихи Прочитай плохой Плохой Ну Что ж Давайте Что нибудь По Не знаю Даже Что именно По Может быть По Летнее Да Давай Или Вот давайте Самое любимое Время Это осеннее И даже Называется Гатчинская Любовь Однажды Осенью 1 апреля Желтый лист На плече У скульптуры Вождя И проспект Под конвоем Фонарных Столбов Но шипя Раскаляются Нити Дождя От Дошедших До точки Кипения Лбов Пусть Потоком Забот Захлебнулась Страна Пусть Соседствует Рядышком Суетный Мир Его Муза Сейчас Несомненно Она Ну а он Для нее Однозначно Кумир Ветер Городской Листопад Сочинить Стишок Красивый Хорошо Александр Ладуров Саш Вот мало Времени Осталось Совсем Если что-то Есть С чем Пришел Что не Сказал Можешь Быстро Сказать Мне 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 Приятно Иметь Дело С Театром Поэтов И я Скажу Не Именно Здесь Прозвучала Такая Фраза Мне Уже Некоторые Раз Уже Говорили Мне Она Всегда Почему-то Не Нравится Это Слово Пиарится Вот Честно Сказать Мы Познакомились С Владимиром Не В студии А чисто Также В интернете И я Залезал На этот портал И смотрел Это нормально И он Обратился Также Ко мне Так что Это нормальный Творческий Процесс Совсем Для того Чтобы Как бы Кому-то Чего-то Про Хотя мы Естественно Должны Объективно Следить В истории Как можно Можно стихи Сохранять На бумажном Формате Можно на видео И аудио Формате Мы сохраняем На видео Аудио Просто Видео Аудио Хотя Читают Тоже Все Дорогие Друзья Александр Владуров Поэт Из Гатчины Был Сегодня В гостях Владимира Антипенкова Его авторской Программе Театр Поэтов Смотрите Нас в интернете Слушайте Завтра Во вторник В артсалоне Невский 24 Вход Свободный Ждем Там будет Алла Зиневич Виктор Коншиков И Альру Пока Всем До свидания До свидания Продолжение следует